МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают свою работу в эфире в студии. Татьяна Голубева, здравствуйте. Начнем с события, которое всколыхнуло не только зоозащитников краевой столицы. Сотрудники полиции сейчас выясняют, кто отравил собак в Бурнаульском приюте Ласка. Ночью 9 марта неизвестные подбросили животным еду с ядом. Семь питомцев погибли, еще три пропали без вести. О жизни собачьей Евгения Даровская. Здесь жил Восток. Ну как жил? Сидел на цепи и, как и его друг Кадрус, ждал, когда рука человека принесет еды. Кадрус в ту ночь почуял. Не стал есть отравленную колбасу, которая упала рядом с ним. А вот Восток съел. Теперь в его будке живет другой пес. Раз было темно, то кидали вот так вот хаотично несколько кусков. Но при этом объем был не очень большой, потому что мы собрали 4 куска, и плюс получается у нас, ну по факту не более 10 собак съели эту гадость. В семь погибли, трое потерялись. Отравленная колбаса отправлена на экспертизу. Но Софья уверена, что знает, чем убили собак. Лекарство безопасно для человека и смертельно для животного. И несмотря на то, что препарат должен продаваться только по рецепту, купить его можно легко, говорит зоозащитница. Мы заходили, вот какие-то крупные сети, они действительно, ну как бы говорят, нет, без рецепта не продадим. Заходишь рядом в какую-то, ну такую некрупную сеть, они даже ничего не спрашивают, просто подают тебе и все. В справедливости ради отметим, что объехав сегодня семь аптек, препарата мы не нашли нигде. Так что преступникам пришлось потрудиться. Сейчас в Ласке примерно 600 собак. Их все больше. Поэтому недавно здесь расширили территорию. Добавили вольеры, поставили новые будки, чтобы животным было свободнее. Но зоны отчуждения и места, где собаки могли бы гулять, нет. Приют Ласка стоит, можно сказать, прямо на трассе. Вот так вот ночью человек, который решил отравить животных, подошел к этому забору. Защитой назвать его, конечно, очень сложно. И, собственно, сделал все, что он хотел. Сотрудники приют Ласка говорят, что за 9 лет, сколько они находятся на этом месте, они даже и не думали, что животным, которых многие боятся, самим нужна более серьезная защита в виде нормального забора. Кому могли помешать животные на окраине города, там, где нет рядом жилых домов, сейчас выясняют правоохранители. Им в помощь записи с камер видеонаблюдения соседних предприятий. Версий у сотрудников приюта три. В интересах следствия ни их, ни видеозаписи пока не обнародуют. По закону максимальное наказание за убийство животных пять лет тюрьмы. В приюте в ближайшие дни планируют установить камеры видеонаблюдения и мечтают построить большой забор, чтобы животные жили в безопасности от руки человека. Не наоборот, сидят, людей ждут, что к ним придут, погуляют, пообщаются. Тут одиноко. Вот дождались человека. Евгения Даровская, Алексей Фризин. Наши новости. В Рубцовске продолжает действовать режим ЧАЭС в связи с повреждением главного канализационного коллектора города. К его ремонту специалисты водоканала приступили только сегодня. Напомним, из-за аварии на прошлой неделе подтопленными оказались 115 жилых домов и ряд социальных учреждений. На проспекте Ленина в Рубцовске сегодня частично ограничено движение личного транспорта. Уже начали менять изношенную трубу на новую полиэтиленовую. Ее специально изготовили в кратчайшие сроки и доставили из Барнаула. Добавим, что восстановительные работы обойдутся Рубцовску в 5 миллионов рублей. Вот во сколько обойдутся эти изменения, эксперты сказать пока не берутся. А между тем хостелы выселяют из жилых домов. Госдума в третьем чтении одобрила законы проекта запрете их размещения в многоэтажках. По решению депутатов, вход в хостел обязательно должен быть отдельным от жилого подъезда. Кстати, практически все мини-отели краевой столицы этому соответствуют. Еще один критерий касается статуса помещения хостела. Оно должно значиться нежилым. Как правило, под маленькие гостиницы отдают первые этажи многоэтажек. Правда, проверить в соответствии этой строке закона сложно. Кто в Барнауле обязан следить за соблюдением постелами норм и правил, нам узнать не удалось. Эксперты уверены, работавшие по серой схеме предприниматели скорее всего так и останутся за чертой закона. При этом зарегистрированный бизнес понесет убытки. На мой взгляд, нужно было решение принимать наоборот, которое бы стимулировали предпринимателей выходить из этой области, легализоваться и в честную зарабатывать. Тех, кто работал, был зарегистрирован, сейчас удар будет нанесен как раз и по ним. И они будут вынуждены закрываться, ликвидировать свой бизнес. В ближайших выпусках мы расскажем подробнее о том, как на барнаульских мини-отелях отразится законотворческая инициатива депутатов Госдумы и изменятся ли в связи с этим цены на жилье в краевой столице. А тем временем в Москве сейчас можно прогуляться по барнаулу конца 19 века и в один клик узнать о самых значимых событиях Алтайского края. Это стало возможно в рамках международной выставки Intour Market. Там работает стенд нашего региона, где представлен весь его туристический потенциал. Среди новинок этого года виртуальные туры в прошлое. Подробности у Валентины Аскеровой. Шукшинский кинофестиваль «Цветение моральника» «Алтайская зимовка». Если вы там не бывали, оказаться в центре событий можете одним касанием панели. Конечно, виртуально. Впервые в рамках интермаркета представлена интерактивная тоска, которая в считанные секунды переносит к заповедным местам Алтая и рассказывает о самых интересных событиях. Для более удобного представления информации мы разместили их в событийном календаре, разделив на времена года. Вот, к примеру, зайдя в лето, в июнь мы можем ознакомиться с таким мероприятием, как АТР «Алтай.Роста». Тур по исторической части Барнаула привезла в столицу России барнаульская десятиклассница. Надел виртуальные очки, и ты уже не в Москве, а гуляешь по краевой столице конца 19 века. От здания Касперского до сереброплавильного завода. Мы решили, давайте сделаем архитектурный проект. И где же может быть самое красивое место? Мы выбрали Демидовскую площадь, потому что здесь очень много важных исторических объектов. Мы реконструировали сереброплавильный завод, усадьбу Купцов-Шедринэх. Заглянуть в прошлое нашего региона в столице страны можно до конца дня. Сегодня последний день работы международной выставки. А уже завтра алтайская делегация вернется домой, подведет итоги масштабной встречи и начнет размышлять над тем, чем удивить гостей выставки уже в следующем году. Валентина Аскерова, Наши новости. Итоги этого мероприятия уже подведены, и в нашем материале мы их озвучим. В Барнауле состоялся открытый чемпионат края по бодибилдингу. Наши корреспонденты не без удовольствия наблюдали за прокачанными телами девушек и парней и попытались узнать, с какими сложностями сталкиваются современные атлеты и что им помогает выглядеть, как с обложки журнала. Четырехглавая, трапециевидная, дельтовидная – это все название мышц. Люди на сцене знать анатомию не обязаны, зато для изучения этой науки могут стать наглядным пособием. Чтобы выйти перед судьями в таком виде, они годы тренировались, ограничивали себя в еде и полдня готовились за кулисами. Вот сейчас, видите, Денис для нас позирует, и вот этот бронзовый загар, который вы на нем видите, он для того, чтобы лучше проявить, что сам успел к этому моменту накачать, а не для того, чтобы что-то там пририсовать. Говорят, с краской мухлевать, конечно, пытаются, но только новички. Как говорят профессиональные тренеры и члены жюри, хитрости из мира макияжа, например, придать тенями объем, здесь просто не пройдут. Иногда я наблюдал такое, но это делают обычно дилетанты, которым кажется, что это сработает. На самом деле для судей это никогда не работает, и, ну, просто выглядит немножко, так сказать, забавно. То есть профессиональный глаз всегда это видит? Конечно. Объем мышц и их прорисованность, так называемая сухость, главные критерии оценки. Чтобы добиться максимальной рельефности перед выходом, спортсмены нагоняют в мышцы больше крови, после сцены и позирования. Мышцы крышного пульса, я видела, крыш, который, пожалуйста. Выходят на сцену по несколько раз, так продолжаются почти до ночи. Добавьте сюда многомесячную диету, и вы поймете, почему за кулисами дежурит врач. Спортсменка Татьяна Еремина говорит, что не упасть от истощения, когда из еды запретили почти все, помогает только спортивное питание. Если бы не было спортивного питания, я думаю, что у меня не было сил бы на ежедневные тренировки. Потому что восполнение моей энергии и восстановление как можно скорее еще для меня это очень важно. А когда я поняла, что у меня есть задачи, и у меня тренировки ежедневные, обязательно нужно с тренером своим решить, какое спортивное питание, когда принимать, сколько и какая у тебя задача. Естественно, современные спортивные добавки еще и приближают атлетов к результату. В Алтайском крае, по словам представителей Федерации бодибилдинга, есть чемпионы Европы и мира, мастера спорта международного класса. На этих соревнованиях алтайские спортсмены взяли золото в трех номинациях из десяти. Соревнования этого года интересны и тем, что здесь впервые в России ввели новую категорию – классик физик. В ней спортсмены выступают по стандартам золотой эпохи бодибилдинга, когда блистал сам Шварценеггер. Первым победителем стал бейчанин Артем Андреев. В зале он достиг необходимых результатов всего за два года, но для этого прикладывал много усилий. «Ты, получается, живешь в Бийске и на каждую тренировку едешь в Барнову?» «Да, да. Ну, я стараюсь на тяжелую тренировку приезжать в Барнову под руководством тренера провести тренировку. Самое сложное – это дисциплина в этом спорте, это питание, это каждые два-три часа приема пищи систематическая». Артем – бизнесмен, для которого бодибилдинг – просто хобби. И даже побеждая, он скорее больше тратит, чем зарабатывает, но, несмотря на очевидную сложность такого увлечения, планирует и дальше брать совсем не любительские вершины. Андрей Дриер, Андрей Печоркин. Наши новости. Вот, кстати, профессиональная лыжница Яна Кирпиченко завоевала сегодня очередную медаль на Универсиаде в Красноярске. Это третья бронза. Есть, кстати, и золото в эстафете. Но пока в Красноярске спортсмены-лыжники борются за медали, жители края тоже не спешат сезон закрывать. Все, кто умеет стоять на лыжах, могли принять участие в соревнованиях, которые в девятый раз прошли в Заринске. Если бы не камера и микрофон, наша съемочная группа тоже бы с удовольствием к забегам присоединилась. Давайте посмотрим репортаж из Зарицка. Дистанция для самых маленьких – 400 метров. Многим из этих спортсменов нет и пяти лет, но они уже уверенно стоят на лыжне и даже не считают себя новичками. Для взрослых дистанция посерьезнее – 3,5 километров. Лыжники со стажем легко преодолели такое расстояние. Не стало оно в тягости тем, кто раньше с лыжами был, как говорится, на «вы». Я первый раз ехала, на лыжах не катаюсь, поэтому интересно, понравилось все. А что вы оставили в пяти выходной раз и в первый раз ездили? Да. Муж. Всего за победу в пяти номинациях боролись почти 600 человек. Среди самых старших спортсменов лидером оказался житель Заринска Виталий Хвалынский. Здоровье есть, два круга даю через день. Три километра, все бежали. Трешка, трешка. А вообще я бегаю на пять. Наградой Виталию стал денежный сертификат. Ценные призы получили все победители. А фонд социального содействия Александра Прокопьева, который уже не первый год сотрудничает с администрацией Заринска и оказывает поддержку на спортивных состязаниях разного уровня, вручил призы за волю к победе командам городской организации инвалидов и ветеранов. Грамотные подарки от фонда получили также те, кто год от года помогает организовывать лыжню здоровья. С отличным настроением домой ушли не только победители лыжной гонки. Заряд бодрости получили все ее участники, у которых теперь есть стимул побороться за победу в следующей юбилейной гонке. Елена Кузовкина, Ирина Харитон, Николай Шелко. Наши новости. Здесь тоже были гонки, правда, на санях, да и не только гонки. Были ароматные блины, хороводы. Это я о Масленице. Почти 37 тысяч гостей собрал в этом году фестиваль «Алтайская масленица». Праздник прошел уже в 12-й раз в селе Новотырышкино Смоленского района. Как на Алтае провожали зиму, знает и Илья Кочетков. Он там был. Десятикилометровая пробка от Чуйского тракта до самого конного двора встретила алтайская Масленица своих гостей. Кто-то, не вытерпев, разворачивался, но большинство оказались упорными. Итог – 37 тысяч участников. По словам организаторов, это рекорд за все 12 лет проведения фестиваля. Я видел очень много маслениц в разных городах страны, но большинство из них все-таки проходит на территории населенных пунктов. Здесь я вижу именно туристическое событие, которое люди несколько часов в дороге находятся, приезжают сюда. Он уверен, людей привлекает прежде всего простор и размах гуляний, который возможен только на природе. Кстати, нынешняя Масленица отличилась еще одним рекордом – официальным всероссийским – 1134 человека. Приняло участие в праздничном хороводе. Среди них был и губернатор Виктор Томенко. Он активно участвовал в празднике. И блины жарил, и даже стихи читал. Они хранили в жизни мирные привычки милой старины. У них на масленице жирные водились русские блины. Два раза в год они говели, любили круглые качели, подблюдные песни, хоровод. Традиционный столб с подарками тоже оказался самым при самом – целых 11 метров высотой, вместо обычных пяти – семи. Пока одни состязались в удале, ловкости, меткости и поедании блинов, другие выясняли, чьи сани дальше едут. Оценивали не только дальность, но и дизайн, и даже презентацию саней. Победили, кстати, вот эти яркие и громкие девчонки. Тот, кого утомило шумное веселье, мог с помощью масленичной почты бесплатно отправить специальную открытку в любую точку страны. Или научиться читать символику языческих кукол берегин, символизирующих уходящую зиму. Ленточки у нее обязательно вот такие привязывались. Это вот как бы радость, встреча весны, то, что вот сейчас все побегут ручьи, все будет зеленеть, веселеть и так далее. Обязательно солнышко или блинчик, что называется, в руках, и она держит его высоко. То есть вот он, солнце встает. Кстати, не все знают, но с приходом весны люди раньше шили и вешали в домах вот такую куклу, приносящую добрые вести. Она висела, развиваемая свежим весенним ветерком и позвякивала. Ничего не напоминает, верно, китайские ветряные колокольчики. Сгорела ярким жарким пламенем масленица. Ах, ушли прошлогодние печали и тяготы. А люди открыли сердца весне новым свершением. А эксперты в области туризма, специально приехавшие оценить наше торжество, заверили, алтайская масленица получилась одной из лучших в стране по размаху и разнообразию. Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости. Пели песни, вводили хороводы, соревновались в силе и ловкости и в Барнаульском зоопарке. Настоящий праздник устроил здесь Банк Восточный. На празднике устроили настоящую охоту за богатырями. Оказалось, что это звание могут носить не только мужчины. Сильные женщины в команде. Восточный Банк поздравляет всех с масленицей и всем участникам вручает памятные призы и подарки. А самому сильному – мобильный телефон. За главный приз – телефон участники дрались мешками с соломой. Сильнейшего выбирали из восьми богатырей. С дочкой пошли на праздник. Увидели, что будет разыгрываться телефон и решил просто выступить, проявить себя. Хотел залезть на столб, но столб здесь не установили. Телефон Денис подарит своей пятилетней дочке Лене. Говорит, что и сам планировал купить мобильный, но Банк Восточный его опередил. Памятные призы получили и смельчаки, которые сделали фотографии с почти настоящим тигром. К дружелюбному зверю выстраивались очереди. Без сувениров не остался никто. А прямо сейчас о погоде. Спонсор прогноза – Банк Восточный. Доделать ремонт, поменять мебель и гардероб обновить к весне. Успеете оформить кредит в Банке Восточной по ставке 9,9% до конца марта. На большей территории края пасмурно. Возможен снег. В Рубцовске до трех, ниже нуля. В Бийске до минус одного. В Белокурихе воздух прогреется до двух со знаком плюс. В Барнауле пасмурно. Возможен снег в ночное время до пяти мороза. Днем до минус одного. А я напоминаю, телефон нашей редакции в Барнауле – 722-440. А у меня на этом все новости. До встречи.